Что вас больше всего удивило во время путешествия в страну, в которой вы никогда раньше не были? Нью-Йорк в точности соответствует своему рекламному образу. Все, что я вижу в телепередачах и фильмах, все так и есть в реальности. Я был во многих местах, но Нью-Йорк единственный город, который в точности соответствовал моим ожиданиям. Думаю, это было в Германии. Когда я купил пиво в магазине, и мне предложили открыть его, чтобы я мог кайфануть, попивая его во время прогулки. То же самое случилось со мной в первый раз в Пекине. Я спросил у своего друга-китайца, законно ли пить алкоголь на улицах. И он показал на вовремя появившегося в поле зрения китайца, который ссал на дом на людной улице. И сказал, нет, но все равно всем пофиг. В Праге, когда вы достаете камеру на улице, она будто становится силовым полем. Люди автоматически отходят в сторону, чтобы не попасть в кадр. Это из-за Чеххантер. Тротуары с подогревом в Финляндии. Дико спасали меня человека, который понятия не имел, как ходить по льду. А еще нигде нет мусора. Насколько мало людей в России. Мы ездили на экскурсию в один городок в 100 или около того километрах от Москвы. И это реально был город-призрак. Мы вместе с другими туристами и нашим гидом остановились в гостинице. Это была 10-11 этажная гостиница. И мы были единственными посетителями в ней. Да, в городе были рестораны, магазины и так далее. Все, как и в любом другом городе. Но все эти заведения были пустыми. В них были одни лишь владельцы и работники. Изредка мы сталкивались с одним-двумя клиентами. Там буквально можно было гулять по шоссе. От этого всего создавалось жуткое чувство. Но мы все же получили удовольствие от нашей поездки. Мы как-то раз пошли в Таиланде в кино. Перед показом заиграл их национальный гимн. И все встали в дань уважения своему королю. Я сейчас нахожусь в Таиланде. В течение последнего года или около того, здесь проходят массовые протесты и митинги против монархии. Это очень опасно, так как митинги здесь незаконны. И участие в них влечет за собой серьезные наказания. Несколько недель назад я ходил смотреть фильм. И только около половины людей в кинотеатре встали во время показа видео с королем перед фильмом. Кстати, это на самом деле играет не гимн, а просто какая-то торжественная национальная песня, под которую вождь появляется в кадре в церемониальной одежде. Вам может показаться незначительным, но еще два года назад было совершенно немыслимо, чтобы половина людей проявила такое неуважение и осталось сидеть во время этой части. Несколько лет назад мы ездили в Италию, и я уговорил жену поехать на пару дней в Геркуланум и Помпеи. Мы спокойно бродили по Геркулануму, как вдруг улицы постепенно начали заполняться людьми. На часах было 17.00, и в течение 15 минут пустой город ожил на глазах. Люди никуда не спешили, они просто гуляли по улицам, разговаривали, ели мороженое, пили пиво и так далее. Надоедливый зрительный контакт и постоянное наблюдение. Я столкнулся с этим в Марокко. Вечером улицы были заполнены семьями, которые сидели на скамейках и разговаривали. Эти люди все время смотрели друг на друга. Такое нежелательное и неприятное смотрение недопустимо для британцев. У нас подобное поведение считается бестактностью. А еще люди на улице очень часто смотрели друг другу в глаза и совершенно спокойно поддерживали зрительный контакт. Поначалу мне это казалось таким странным. Запахи другой страны. Я из Австралии и несколько лет назад ездил в Малайзию. Город, джунгли, все пахло иначе, чем в любом другом месте в Австралии. Я до сих пор отчетливо помню запах Турции, Египта, Швейцарии, Испании, многих стран, которые мы посетили, путешествуя по Европе. И я помню, как приезжая домой в Сидней, я думаю, ах, вот как пахнет дом. На улицах Японии нет мусорных баков. При этом их улицы охренеть какие чистые. Я провел три недели в Японии, посетил шесть разных мест. Нигде не видел ни окурков, ни темных кругов после жвачки, выплюнутый на тротуар. Вообще никакого мусора. Один раз я увидел выброшенную пустую банку, но это было, когда я случайно свернул не на ту улицу и попал в квартал красных фонарей, а не на соседнюю улицу, где была дешевая лапшичная. Вернувшись в Канаду, я удивился, что мы называем гигантские помойки своими городами. Невероятная безопасность в Сеуле. Я из Латинской Америки, поэтому привык крайне осторожно и бдительно следить за всем и везде. Тем не менее, я забыл свой рюкзак в маленькой кафешке Сеула. А вернувшись через 25 минут, я увидел, что он лежит на том же месте, совершенно нетронутом. В Сеуле вы можете идти в 3 часа ночи с мобильным телефоном в руках и ничего не бояться. Мой друг как-то делал домашку в кафе в Корее, и ему пришлось отлучиться домой 20, чтобы повесить белье после стирки. Он оставил свой ноутбук и телефон на столике в кафе, потому что знал, что с ними ничего не случится. Так и есть, он вернулся и все было на месте. Исключение составляют велосипеды. Велосипеды в Корее воруют довольно часто, не знаю почему. Если Великобритания оставит без присмотра сумку, приедут саперы и взорвут ее, лол. Прогулка на гондоле в Венеции. Совсем не то, что я ожидал. Вонят воды, грохочущие гондолы, водилы, матерящие друг друга по-итальянски. Ничего романтического в этом нет. Гондолы – это ловушки для туристов. Вдобавок ко всему, что вы только что сказали, прогулки на них очень дорогие. Лучше насладиться Венецией, просто погуляв по ней, или хотя бы покататься на паромах, речных трамвайчиках. Сингапур – невероятно чистая страна. Как только я вышел из самолета, клянусь, я не увидел в аэропорту ни пылинки. Даже туалеты сверкали от чистоты и были полностью сухими. Каждое утро я выхожу из отеля и отправляюсь исследовать город пешком. А по возвращению в отель у меня почти нет грязи на подошве ботинок. Сингапур у меня ассоциируется с забавной историей. На паспортном контроле мне дали брошюрку, в которой говорилось, что если я наркокурьер, то меня привлекут к ответственности и казнят. Добро пожаловать в Сингапур. Замечательное место, которое мне очень нравится, но знакомство с ним вышло таким забавным, что я никак не могу выбросить его из головы. Крытый парк сады у залива просто офигенен. Я из тропической страны, расположенный недалеко от экватора. Я удивился, узнав, что в некоторых странах зимой солнце полностью садится до 16.00, а летом в 22.00 все еще светло. А я вот вообще ни хрена не понял, когда впервые поехал в экваториальную страну. Погода летняя, но солнце садится в 6. Какого фига? Всю жизнь прожил на экваторе. Никогда не задумывался о времени восхода и захода солнца. Считал бесполезными временные данные из приложения прогноза погоды. Всю мою жизнь восход и заход солнца всегда 6.00, в 6 утра восход, в 6 вечера заход. Я был удивлен тем, как много времени балийцы уделяют религиозным церемониям, подношениям и поклонениям. Однако, несмотря на то, что это одни из самых религиозных людей, с которыми я когда-либо сталкивался, они совершенно не осуждают и с пониманием относятся к другим. Короче, я живу в Австралии. Охуеваю с того, какой в других странах быстрый интернет. Амстердам. Я знал, что там любят ездить на велосипедах, но не ожидал, что на каждом километре будут многоуровневые парковки для велосипедов. Господи, как же мне там понравилось. Ашхабад. Туркменистан. Все, что его касается. Весь город, каждый дом выложен из белого мрамора. Ночью город освещается так, что похож на стерильный Лас-Вегас. Однако здесь нет никакой рекламы, кроме баннеров, на которых диктатор держит в руках щенков, чтобы показать всем, какой он милый и хороший. Кстати, этот человек позиционирует себя как религиозный пророк. Аэропорт имеет форму огромного орла из белого мрамора. Раньше это было красное здание, но вскоре после постройки его тут же снесли и возвели беломраморное здание, чтобы оно соответствовало нынешнему декору города. Вообще, в самом Туркменистане нет белого мрамора, поэтому его приходится импортировать из Италии. Туркменистан стал крупнейшим импортером белого мрамора в мире и поднял цену на него настолько высоко, что строительство здания обошлось им в безумно гигантскую сумму. Странное, странное место. Постсоветская история Туркменистана отчасти объясняется безумным диктатором Сапармуратом Ниязовым. Вот некоторые из его указов. В 2005 году ввел запрет на использование фонограммы на публичных концертах, а также звукозаписи на музыкальных представлениях в государственные праздники, в передачах туркменских телеканалов, на всех культурных мероприятиях, организуемых государством, в местах массового скопления людей, на свадьбах и торжествах, организуемых населением. Он сослался на негативное влияние на развитие музыкального искусства, вызванное использованием записанной музыки. Ввел запрет на содержание собак в столице Ашхабаде из-за их непривлекательного запаха. Приказал построить рядом со столицей ледовый дворец или крытый каток, чтобы жители пустынной страны могли научиться кататься на коньках. Каток построили в 2008 году. Запретил курение во всех общественных местах, поскольку ему самому пришлось бросить курить из-за перенесенной операции на сердце. После чего он приказал своим государственным служащим последовать его примеру. Позднее жевание табака также стало под запретом. В 2001 году объявил незаконными оперные, балетные и цирковые представления за то, что они явно не отвечают туркменской культуре. Запретил мужчинам носить длинные волосы и бороды. Запретил репортерам и ведущим новостей на телевидении наносить макияж. Он отменил туркменское слово, обозначающее хлеб, заменив его на «Гурбан Салтан» – имя своей матери. То же самое и с месяцем апреля. Он также дал ему имя своей матери. Запретил туркменам вставлять золотые зубы, взамен предложил им грызть кости, чтобы укрепить зубы и уменьшить скорость их выпадения. Он сказал, в детстве я наблюдал за молодыми собаками. Мы давали им грызть кости, чтобы укрепить их зубы. Люди, у которых повыпадали зубы, просто не грызли кости. Вот вам мой совет – грызите кости. Их нынешний диктатор явно из той же серии, что и этот чел. Я был удивлен, что на юге США, как и, я уверен, во многих других частях страны, вам реально нужна машина, чтобы добраться куда угодно. Она не просто облегчает жизнь. Без нее практически невозможно куда-либо добраться, даже если вы находитесь в крупном городе. Северо-запад Австралии. Я знал, что эта страна пользуется репутацией до безумия жаркой страны. Но я реле не представлял, что земля может быть настолько горячей и влажной. Выходя из аэропорта, я думал, что потеряю сознание. Как по-разному люди воспринимают время. Я живу в США, но, к счастью, когда я был подростком, у нас с отцом появились деньги на поездку в Италию по программе колледжа. Первое, что меня поразило, это то, насколько непринужденно там живут люди. Во многих местах люди реально жили по стереотипному замедленному образу жизни. Они спокойно прогуливались по улице, выпивали после обеда, болтали и просто обедали на улице. Казалось, что люди никуда не спешат. И хотя я уверен, что у них тоже есть свои проблемы, люди по всей стране были гораздо более осознанными. Они были сосредоточены на том, что происходит прямо сейчас и что находится перед ними. Однако это было в 2008 году, то есть до всплеска смартфонов и социальных сетей. Пару лет назад я переехала в Данию. И самым большим культурным шоком для меня стал Юлиф Рокост. Юлиф Рокост переводится как «рождественский обед». Кажется, что это просто хороший, полезный и вкусный праздничный обед. Когда я первый раз пошла на такой обед, мой муж предупредил меня, чтобы я ничего не ела заранее, потому что там будет очень много еды. Я не придала этому особого значения, ведь у нас в США есть день благодарения. Проведя аналогию, я решила, что это просто плотный обед. Неа, у нас в США нет ничего подобного. Юлиф Рокост – это совершенно другой уровень. Видите ли, это только называется обедом. На самом деле люди садятся за стол примерно в полдень и не встают с места до полуночи или даже позже. Еду не перестают приносить, а шнапс не заканчивается. Блюдо за блюдом, одно за другим. При этом датчане абсолютно запросто могут напоить вас в слюне. Если учесть, что подается крепкий алкоголь, а за столом вы сидите около 12 часов, то можно там же и подохнуть. На моем первом Юлиф Рокосте я сидела напротив дяди моего мужа, который весь день наполнял мою рюмку. К двум часам дня я уже была пьяна, а к трем наелась до отвала. Мне никогда не было так плохо, как на следующий день после моего первого Юлиф Рокоста. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, что вас больше всего удивило во время путешествия в страну, в которой вы никогда раньше не были. И не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!